Друзья, всем привет, с вами Яков и мне очень приятно, что вы смотрите данный ролик на моем канале, в котором, в свою очередь, мы сегодня поговорим о Некроманте. Играет он в сете Костя Ратмы, то есть Некромант Питавод у нас сегодня. Сет Костя Ратмы неплохо обается в патче 2.61 и с помощью него можно играть отлично как в соло, так непосредственно и в пати, как, допустим, убийца боссов. Но сегодня у нас не это, сегодня у нас соло билд. Естественно, этот питавод стал еще лучше, чем был в патче 2.60. И если вы с помощью этого билда и геймплея еще не играли, то я предлагаю вам его, в принципе, рассмотреть. И если вам это интересно, то располагайтесь поудобнее, а мы приступаем. Поехали! И на себя мы, в принципе, надеваем полностью весь сет Костя Ратмы. Это перчатки, наплечники, шлем, броня, штаны, а также ботинки, и у нас запускаются все три бонуса. Первый бонус в этом геймплее нас особо сильно не волнует. Второй бонус будет помогать нам получать на 50% меньше урона, когда наши питомцы будут атаковать противников. А вот как раз-таки третий бонус неплохо апается в патче 2.61. И теперь наш урон за каждого скелета мага будет увеличиваться на тысячу процентов. А так как полный баф запускается при наличии четырех магов, то суммарный урон увеличивается на четыре тысячи процентов. То есть вот такое вот значительное увеличение урона от данного сета. Следующий сет это Орудие Ессет, который состоит из щита, а также косы. И он нам, по сути, будет помогать увеличить урон от наших скелетов магов на четыреста процентов. Из бижутерии мы берем амулет Призрачное видение для того, чтобы удвоить срок службы Сибулякров в два раза. Но при этом мы будем терять здоровье. Далее на одном пальце кольцо собираем стихий для того, чтобы раз за цикл кольца увеличить свой физический урон. Ну а на втором пальце кольцо Приговор Крисбина для того, чтобы наносить больше урона по замедленным противникам и еще больше урона по тем противникам, на ком будут наложены дополнительные эффекты контроля. На поясе у нас находится колдовской час. Он нам будет помогать увеличить скорость атаки, а также критический урон. Ну и на запястьях у нас находятся напульсники жнеца. Для того, чтобы мы могли себе восполнить эссенцию каждый раз, когда мы будем подбирать сферочку здоровья. Теперь давайте обратимся к нашему кубу и первая рубрика это бижутерия. Там у нас располагается колечко круг бытияной луджо. И оно нам будет помогать увеличивать срок службы наших скелетов магов. А также мы будем единовременно призывать два скелета мага. В рубрике броня у нас перчатки Таскер и Тео. Для того, чтобы увеличить скорость атаки наших прислужников на 50%. Ну и в рубрике оружие у нас мрачный крюк ленины. И эта коса, по сути, будет увеличить наш урон в зависимости от количества нашей эссенции. А когда мы будем работать умением костяные шипы, это наш генератор, мы еще будем себе восполнять дополнительно 5 единиц эссенции. Причем за каждого пораженного противника. Из самоцветов мы используем Проклятие Принененных, Головорез, а также Зеев Камень. Теперь давайте разберемся, что мы будем ролить в наших приметах. Основной наш урон мы наносим с помощью наших скелетов магов. И поднять урон от этого скилла мы можем в такие приметы, как наш шлем, а также ботинки. КДРа, а именно уменьшение времени восстановления умений, нам хватает 40%. Выше этот показатель можете не поднимать, хватит и этого. А вот что лучше поднимать, это или скорость атаки, или же урон по области. Я свое предпочтение отдал урону по области. И у меня этот показатель составляет 104%. Наши скелеты маги наносят физический урон, поэтому увеличение физического урона мы можем выловить из таких приметов, как наш амулет, а также наши наручи. И это в принципе все, что касается нашей экипировки, а теперь давайте разберемся с билдом. Пассивочка переполнающая эссенция будет увеличить наш показатель эссенции. Последняя услуга это наша воскрешалка. Пассивка жизнь и смерть и бусы сдавают нам в сферке здоровья, когда мы будем получать трупы. Кстати, эффект от этой пассивки немножко изменили в патче 2.6.1. И теперь сферки здоровья по-прежнему будут падать, когда мы будем поглощать трупы. Но не так эффективно, как это было в патче 2.6.0. В патче 2.6.0 сферки просто сыпались, а в патче 2.6.1 они просто выпадают. Но выпадает их тоже немалое количество, так что этого вполне хватает. Но во всяком случае для соло билда. Ну и пассивочка долгослужения будет позволять увеличивать срок службы наших скелетов магов. Теперь давайте разберем наши активные умения. И первый это царство мертвых и руна морозное царство. Этот скилл будет создавать дополнительный контроль на карте. А также мы можем беспрепятственно использовать умение пожирания. То есть теперь для пожирания нам не нужны трупы. А это значит, что мы более эффективно будем себя выхиливать, а также восполнять эссенцию. Так и с помощью сферы здоровья. Потому что используя пожирание будет запускаться пассивочка жизни и смерти. Следующее умение это повелитель скелетов и руна ледяная охватка. Скелетики при атаке будут замораживать противников. А это значит, что это дополнительный эффект контроля. А также запускать баф от оружия ессет, от нашего сета на увеличение урона. Пожирание и рунный каннибализм я уже о нем в принципе говорил. То есть мы себя будем в принципе с помощью этого скилла выхиливать, а также восполнять эссенцию. Симулякор и рунный резервуар. То есть когда мы будем создавать этого темного двойника, у нас будет увеличиваться показатель нашей эссенции. А это в свою очередь будет неплохо бафать наш урон. Во-первых, с помощью умения скриот маг и рунную сингулярность. Потому что этот маг будет сразу поглощать всю нашу эссенцию. И чем больше эссенции будет при его активации, само собой тем больше маг будет наносить урона. В качестве дополнительной возможности восполнять эту эссенцию, у нас выступает генератор гостяные шипы и рунный внезапный удар. Кроме того, что этот генератор сможет нам восполнять эссенцию, он с определенной вероятностью может и оглушать противников. А это как-никак тоже дополнительный контроль. И это все, что касается билда. А теперь давайте быстренько разберемся с геймплеем. Итак, какие наши действия в Вейком портале? Для начала я хочу сказать по поводу защиты. В нашем билде лучшая защита это нападение. И нападать нам желательно на дальнем расстоянии. Почему? Потому что у нас находится зеев камень. А при наличии зеевого камня мы наносим только в том случае больше урона, когда мы находимся подальше от противника. У некромата зеев камень работает и на наших прислужников. И увеличение урона от этого камня идет в том случае, когда именно некромат находится как можно дальше от противников. Наши скелеты магии здесь роли не играют. В общем, в виде противников надо призывать скелетов магов. Напоминаю, что скелетов магов лучше призывать только в том случае, когда ваша банка эссенции максимальна. То есть чем больше эссенции на момент призыва скелета мага, тем больше этот маг будет наносить урона. То есть призвали магов и сразу можно приступать к восполнению эссенции. Пока не появились трупы, в этом будет неплохо вам помогать генератор. То есть если группа противников будет немаленькая, то вам генератор будет довольно-таки неплохо восполнять эссенцию. А восполнив себе банку, вы опять сможете призвать себе магов. Когда вы будете видеть противников, то призывайте ваших скелетиков атаковать этих мобов. Потому что они их будут замедлять, а это дополнительный эффект контроля. А значит, что полноценно будет работать ваше кольцо в приговорах резьбина. Во всяком случае, вы будете наносить больше урона. Кроме того, с это оружие, если будет нормально работать. И вы тоже будете наносить больше урона. Если вы, допустим, обнаружили внушительную толпу противников, ну или, допустим, присутствует какое-то скопление элитных противников, то тогда запускайте ваше умение симулякор, а также царство мертвых. И начинайте использовать умение пожирания. Умение пожирания, если что, будет вас выхиливать, а также восполнять вам эссенцию. Кроме того, на земле будут появляться сферки. Вы эти сферки подбираете, призываете магов. Дальше сферки подбираете, восполняете эссенцию, призываете магов. И так далее, и так далее, и так далее. Но с призывом скелетов магов не торопитесь. Убедитесь, что в момент активации мага была у вас максимальная эссенция. Потому что тогда они эффективнее будут наносить урон. Потому что под бафом от симулякора, Ваш запас эссенции будет гораздо выше, чем вы бегаете, допустим, без его бафа. А это значит, что маги будут наносить больше урона. Так же, как, в принципе, более эффективный будет баф от косы Мрачной Круглинины. Потому что симулякор даст баф и на магов, и, конечно же, на нашу косу. Когда время действия Царства Мертвых закончится, то ваши скелеты магии к этому времени будут уже уничтожать противников. И, в принципе, на земле будут появляться трупы. Вы с помощью умения пожирания эти трупы поглощаете, и тоже с определенной вероятностью будут появляться сферки здоровья. Вы эти сферки опять подбираете, ваша эссенция будет опять восполняться. Накопилась полная банка, призвали магов. С группой разобрались, дальше бежите вперед. Как только впереди видите противников, сразу на них опять накидываете ваши скелетиков. Скелетики атакуют впереди, замораживая противников. Вы находитесь на расстоянии от цели и атакуете их генератором. Восполняйте себе эссенцию и при наличии полной банки прожимайте магов. Также, еще раз напоминаю, следите внимательно за трупами. Что как только трупы появляются, сразу прожимайте умение пожирания. Потому что, а вдруг на земле еще появятся сферки здоровья. А это, как-никак, ваша эссенция. Ну вот, в принципе, весь простой незамысловатый геймплей. Так работаем на портале, так работаем и на боссе. Конечно, идеальный вариант, чтобы на момент битвы с боссом у вас было наткать и симулякор, и ваше старство мертвых. Потому что вы тогда, конечно же, эффективно будете восполнять себе эссенцию. А значит, эффективность будет его большаться на призыве скелетов магов. Призывайте магов, находитесь при этом как можно дальше от противника, точнее от босса. Ну и ждите, пока он сляжет. Вот, в принципе, все, друзья. А это, в принципе, все, что я вам хотел рассказать в этом ролике. Буду я его, конечно же, заканчивать. Поблагодарю вас за просмотр. Попрощаюсь и пожелаю удачи в сезонном походе. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok